Сегодня мы ищем могилу ведьмы, настоящие ведьмы. Скажите, пожалуйста, куда попадают ведьмы после смерти? Сейчас, друзья, мы сбросим вот эти вот значения и запишем еще пять минут тишины, но другим методом. Во время записи мы отошли от камеры на небольшое расстояние. И каково было наше удивление, когда мы услышали удар рядом с этой могилой. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального. И мы сегодня приехали на очень мистическое кладбище. Сегодня мы ищем могилу ведьмы, настоящие ведьмы. Она похоронена на этом кладбище. У меня есть небольшая предыстория. Где-то четыре года назад, когда мы только начинали, мы приехали на это кладбище ночью. И искали эту могилу. Мы приехали с другом, который как раз-таки нам и рассказал о том, что у него прабабушка была ведьмой, и она похоронена на этом кладбище. Мы тогда искали эту могилу очень долго. И он говорил, что она, скорее всего, может быть, и не хочет, чтобы ее находили. Но мы ее все-таки потом нашли спустя почти целую ночь. Целая ночь поисков была. И что произошло? Спустился густой туман, я помню. Эти кадры, эти видео, кстати, были. Но этот ролик так и не вышел, потому что мы не отсняли самого главного ЭГФ. Получается, спустился туман, и у нас село все оборудование моментально. И мы, короче, разругались и разъехались. Сегодня, спустя четыре года, мы в нынешнем составе канала Табу, мы решили сюда вернуться и попробовать найти эту могилу. Но мы уже ходим здесь полчаса или больше. Нет, да, ее что-то не попадается на глаза. Но ничего, мы сейчас еще поищем, потом вернемся. Могилы тут, конечно, очень старые. Сейчас спасу. Я тебя не видела, потому что. Нет. Как он пройдет к вам? Очень сложно, ребята, найти могилу данной ведьмы. Потому что это кладбище, оно невероятно огромных размеров. И оно очень старое уже. И тут уже... Тут, конечно, еще хоронят людей, но много могил, куда уже и родственников нет. Вот, друзья, мы нашли. Я специально размажу имена, фамилии. Потому что я не хочу, чтобы вы знали, где это находится. И чтобы никто этого не нашел. Вот. Эту могилу. Поэтому такие вот дела, друзья. Сейчас будем снимать. Итак, друзья, мы сейчас запишем феномен электронного голоса на могиле ведьмы. Эта информация правдивая. Сейчас мы начнем задавать вопросы. И так, мы хотим связаться с потусторонним миром. Нам могут ответить? Я тут. Я тут. Итак, я хочу задать такой вопрос вам. Почему люди, которые вас пытаются найти, не могут этого сделать? Мы сегодня искали вас полдня. Знаю о том, где вы находитесь. В свершении. Какую магию вы практиковали? Белую или черную? Показалось. Скажите, вы обладаете силой после смерти? Опасно ли приходить на вашу могилу? Был ответ там можно. Могут ли быть последствия после посещения вашей могилы? Вы можете сказать, что тут на кладбище происходит ночью? И понятно решать. Скажите, есть ли здесь неупокоенные души на этом кладбище? Скажите, есть ли здесь неупокоенные души? Что тут происходит ночью? Да, просто... Очень много легенд и разговоров об этом кладбище. Принеси нам. Почему это кладбище популярно дурной славой? Посещают ли души свои могилы? Посещают ли души свои могилы? Не хотим мы. Можно ли зафиксировать призрака здесь ночью? Обладают ли чем-то паранормальным свежие могилы, которые здесь есть? Они до сих пор тут появляются. Видали ли вы силу своим родственникам? Скажите, пожалуйста, куда попадают ведьмы после смерти? Они находятся здесь, в этом мире? Или куда они вообще попадают? Почему ведьмы не могут укрепить, не передав свою силу? Почему ведьмы не могут укрепить, не передав свою силу? Это удар был. Близко. Там, где-то дальше. Мы отпускаем вас. Спасибо вам за общение. Идите к свету. Друзья, сейчас мы немножко свернемся и вернемся. Смотрите, друзья. 4,3. Это было во время эгф записи. До эгф было 0,2-0,4 максимальное значение. И вот прикол в том, что, ребят, вот как это объяснить? Тут нет ничего, ни электричества, ни высоковольтных проводов. Тут нет ничего. И значение 4,3. И тепловых труб тоже, кстати, нет, как нам письмили. А что, тепловые трубы как-то влияют? Наверное. Ничего тут нет, друзья. Тут даже техника не влияет. Есть только деревья, кусты и могилы. Все. Сейчас мы попробуем... Держи. Сейчас, друзья, мы сбросим вот эти вот значения и запишем еще пять минут тишины, но другим методом. Методом Андрея Руденко. У нас есть уже такой ролик, очень давнишний, по другому методу эгф. И вы тоже сейчас услышите, какие у нас получились результаты. Мы положим диктофон туда, и камера будет тоже снимать могилу. И положим электромагнитник. Посмотрим, что у нас получится из этого. Поехали. Этот метод транскоммуникации мы используем впервые. Ранее никто так еще не делал. За аналог взят метод записи ЭГФ Андрея Руденко, но видоизменен нами. Вместо компьютера мы используем обычный диктофон со вставленным в него штекером. Нужно сделать так, чтобы диктофон записал просто тишину, без внешнего звука. Звуковая дорожка получается абсолютно пустой, без каких-либо звуковых амплитуд. Мы записываем по традиции пять минут. Далее пустая дорожка обрабатывается в программе, где поднимается уровень звука и производится чистка шумов. После длительной обработки получается запись похожая на белый шум, где и проскакивают голоса. А сейчас посмотрите, что у нас получилось. Мы берем обычный диктофон. Куда вставляется петличка? Мы вставляем любой другой штекер, чтобы записалась именно тишина. Не тишина улицы, а тишина электронная. Это называется метод Андрея Руденко. Кладем сюда диктофон. Вот у меня штекер, вы сами видите, это тюльпан. Но это не имеет значения. Самое главное, чтобы наш диктофон записал тишину электронную. Все, запись пошла. Задаем вопрос. Вы можете сказать хотя бы что-нибудь, любое послание, слово, ответить на наши предыдущие как-то вопросы, которые мы вам уже задавали и что-то вообще передать. Мы очень хотим, значения кстати меняются, услышать ваш голос. А мы пока отойдем. А мы пока отойдем. Возвращаемся. Это подтверждение. Возвращаемся пущу. О, что вы должны, чтобы носить их, что-то улучшить за обеих-палап, и в это заженых. Обанная вещь и все. Главная вещь. Это очень хорошо. Это гłamная вещь. А у тебя печать. А у тебя печать, ты даже напал в них как у мужчины к ней, в одну девушку, а у тебя печать, а у тебя печать, а у тебя печать, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во время записи мы отошли от камеры на небольшое расстояние. И каково было наше удивление, когда мы услышали удар рядом с этой могилой. Такое чувство, что кто-то пнул железную оградку. Рядом не было никого. Мы в этот момент со стороны ничего не снимали, не думая о том, что может что-то произойти. Но камера, стоящая возле могилы, зафиксировала этот момент. Вот он. Продолжение следует... 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 ждите наши будущие ролики друзья мы очень стараемся для вас мерзнем и ходим оставайтесь с нами друзья и обязательно знаете что сделаете нажмите на колокольчик возле кнопки подписаться на канале если у вас нажат колокольчик то уберите колокольчик и заново нажмите чтобы вам приходили оповещения новых роликов и обязательно смотрите предыдущие спасибо что были с нами всем пока